недавно мы с павлом репиным разбирали дом который называется жека гаринский а сегодня мы будем разбирать дом на бульваре он находится совершенно буквально вот в шаговой доступности и в одном и том же сквере и мне кажется что это будет очень интересно потому что это два дома которые достраивались это 2 до правильно сказал отлично правильно сказал короче он сейчас все расскажет поехали паша привет привет я тебе расскажу вот такую историю на самом деле в этом доме на бульваре я рассматривал квартиру для себя лично но так и не купил не удивил на самом деле в этом доме я почти год продавал две квартиры в которых казалось должно быть все идеально но мы с тобой понимаем что это блин это наверное единственный дом который реально может похвастаться тем что из подъезда ты выходишь в парк даже не 50 метров дорогу проделываешь не 20 метров а вот прям в парк второй вопрос по характеристикам это количество квартир на этаже но где-то у нас еще в городе видел подъезд 10 этажей в котором по 2 квартир на этаже ребята вот именно поэтому я рассматривал квартиру в этом доме потому что он такой знаете а-ля сталинский ампир или что-то такое под какую-то классику но когда я стал присматриваться поближе это какая-то просто вата понимаете вот просто какой-то жесть просто я не знаю что там курил архитектор или он наверно двоечник был не знаю честно но как бы вот ощущение именно такое причем они же скорее всего эту архитектуру пытались скопировать с дома который там на углу прямо вот да там же есть даже верхние элементы вот эта колонна да да то есть вот они прямо оттуда брали и как-то сказать мне кажется вот пришел заказчик такой вот аналог давай по нему да и вот переносили искали бюджет насколько это можно сделать хоть сколь нибудь подобно там тому как это строилось так вот давай теперь поподробнее о том кто же этот замечательный застройщик который по твоему мнению и я с ним согласен застрял где-то в начале двухтысячных по подходу по архитектуре кто это как они могли просрать такое место застройщик там был владелец земли заказ строй это ребята которые продавали этот дом еще вот когда он строился там восемь девятнадцатый год и далее они продавали его вдалевку а со инвестором выступил небезызвестный в городе нкс development и вот нкс уже продавал дом готовый заказ строй продавал стройку и причем с рендерами которые я думаю я тебе любезно поделюсь меня были подписчики которые мне скидывали которые как небо и земля отличается от того что в итоге реализован вот поэтому на мой взгляд этот дом один из наверное самых наглядных примеров как можно действительно охренеть на локацию в грязгах двух застройщиков и в каких-то внутренних терках а там еще добавили стерки не только 2 застройщиков там еще добавился объект культурного наследия который только нюшни я не помню по моему который заброшенный который не дали построить еще один подъезд нормальные там парковочные места в подземный паркинг запустить но которые как только их отстояли не позволили на них построить так и стоят огороженные заборчиком там мне кажется если наркоманы там по вечерам тусусь они удивлюсь потому что заброшенная территория охраняемая видимо но это прямо на контрасте то есть вот этот вот фасад который пусть тебе не нравится но бог с ним как-то органично вписался в парк оставим за скобками вкусовщину да ну а дальше ты выходишь с подъезда вот тут тебя парк современное благоустройство а вот тут у тебя кирпичи сложных в кучу которые называются объектом культурнослия очень берегу очень люблю там людей которые там градусыщитников до которые вот там насмотрится варламова и каждый фрагмент исторического наследия города пытаются отстоять но если уж вы это отстояли то наверно следующий этап какой-то должен быть помимо того чтобы оградить это заборчиком и не позволить здесь ничего нового построить при этом запустив старое по сама не хочу вот поэтому и как мне видится за счет того что не дали построить вторую часть экономика объекта схлопнулась и вместо того чтобы даже вот в этой первой части бутиковой назовем ее так где две квартиры на этаже где всего там меньше ста квартир да где выход в парк и так далее слепить какую-то прям конфетку маркетинговые завернуть и продать за 200 они планируют реализовывать за 140 сейчас не могут продать за 120 потому что в места общего пользования надо было что-то вложить потому что ты сдаешься уже не в десятом году а в двадцатом а там уже есть определенный запрос и эти секрет открою продал я эти квартиры обе квартиры я продал жителям челябинской области я как бы я никогда не верил в эффективность яндекс недвижимость как ресурсы где можно продавать но оказалось что челябинцы смотрят недвижимость именно там именно они приехали именно для них не избалованных нашими местами общего пользования которые нам наши современные застройщики дали последнее время для них это типа ок и они начали в существо вопрос смотреть а дом так классно посадить по содержанию дом классный кирпич потолки 3 метра квартир мало на этаже подземный паркинг как бы выход в парк с одной стороны двор какой-никакой с другой ну то есть потенциал у проекта был охренительно но завалили его будет ров никита ты один из самых крутых уважаемых приемщиков квартир который делает это профессионально с инструментом сознанием дела приятно слушать дом на бульваре этот дом про который мало кто знает он затерялся где-то в кустах у него есть несомненное преимущество это выход в парк это офигенный проект я сам смотрел там квартиру наверняка ты там принимал квартиры и твои специалисты что можешь сказать что ожидать людям от этого дома тоже принимали квартиры в этом жека действительно он находится как ты сказал как ты выразился практически в кустах но эти кусты находятся прямо в центре города то есть локация сумасшедшая сумасшедшая просто здорово близко к центру ну прямо по моему первый пояс считается что касается отделки давай начнем с того то что этот дом уже построили то есть вдалевку там застройщик продавал но сейчас реализуют компания нкс то есть продают квартиры которые уже готовы стоимость за квадратный метр там какая-то фантастическая была на тот момент когда мы принимали квартиры сейчас честно говоря не знаю сколько стоит квадратный метр по качеству застройки квартиры передаются в предчистовом варианте то есть там штукатурка стяжка и соответственно электрооборудование стоит что касается отделки и этом просто-напросто нету что касается замечаний замечания если вертикальное отклонение по стенам и пополам были механические повреждения окон тоже были по инженерке вопросов практически не было у нас то есть какие-то отдельные квартиры были где потерялось заземление в розетке но в целом все неплохо такой вопрос если сравнивать с гаринским которые находятся в этом же парке только немножечко с другой стороны то если вот эти два же касс равнить то уровень выше ниже твое мнение на мой взгляд гаринский будет интереснее интереснее с точки зрения используемых материалов по фасаду по оконным конструкциям а вот дом на бульваре наверно больше локации меня привлекает то есть там выход с парк такая территория которая скрыта от глаз никита ты не уклоняйся от ответа ты скажи у кого отделка получше у кого отделка получше в доме на бульваре качество отделки ощутимо или так не ощутимо чуть-чуть на полголовы в общем все равно ремонт делать да ладно ребята в общем зовите никиту он принимает профессионально укажет на все дефекты и недочеты соответственно вы будете понимать что спрашивать застройщика спасибо пожалуйста он сдан в середине 20-го там еще на n15 квартир висит а в чем причина как ты думаешь именно в нехватке бюджета в неправильной экономике то есть ты же бюджет может заложить под продажу за 130 тысяч метров квадратный а можешь по 200 но по 200 тебе нужно соответствующий и упаковку и начинку в том числе да ну круто что у тебя есть газовая котельная но все вот эти вот там вентиляции современные установки очистки воды и тогда то есть там можно было спить охренительный проект я уверен что вот в этой локации можно было продавать за 180 150 но при этом чем-то его насытив здесь нкс ну будем честны нкс же у нас в принципе застройщик который исторически в городе идет по пути на меньше сопротивления ему нормально что у него там же какая-то муза продавалась и два года спустя любовь там еще сколько-то и причина одна зачем что-то изобретать и так разберут но в ситуации когда ты заявился в высокий класс где где рядом есть жене вагаринске со своими холлами не разобрали я продал две квартиры я когда его сдали двадцатый год двадцатый год для середины двадцатого года а начинали ну там же вот как раз история с достройкой но финальная стадия начинали мне кажется в год за полтора свояли то есть если его сдали в двадцатом то он то есть его сдавали уже устаревшим получается безусловно то есть я тебе еще раз что холлы которые получились мы посмотрим объявления действующие дают как от картам реализованы и холлы которые обещались на стадии строительства это небо земля хорошо тогда скажи да давай внешний вид бог с ним разберемся значит по качеству строительства что ты можешь сказать ну кирпич мы поняли то есть стены кирпич высота потолка три метра хорошо но народ же купил типа вот ну ладно бог с ним с этими подъездами я же в квартире живу боже мой ну зато парк что по качеству строительства то есть она то хотя бы соответствует современным реальным там же на подряде была группа компания astro это там один из ключевых ген подрядчиков которому доверяют многие строчки в городе то есть точки зрения рабочих рук которые это возводили там все очень даже неплохо никита кстати упомянутый тобой принимал со мной там две квартир вопрос в том что ну прям портянку как бывает не безызвестный застройщик в городе там не насобирать не насобирали на то есть качество хорошее неплохое неплохое никита везде найдет где недочетки да недочетки найдет но фатальных каких-то вещей там видишь еще в чем вопрос помимо отсталости в ментальности застройщика что ну нельзя таким опыт двадцатом году сдавать там еще попытка подвязаться под как ты сказал сталинский ампир она же чревато тем что у тебя окна то маленькие и когда ты в эти квартиры как ты правильно заметил за кадром с 20 квадрат с 20 метров квадратных гостями попадаешь и у тебя там два окошечка с высоченными подоконниками это в двадцатом году смотрится смешно то есть нужно было в том числе играться с фасадом придавать какие-то возможности по нам но это очень сложно ну короче там попытались сделать какой-то красивый фасад будем так вот попытались сымитировать скопировать уж не знаю как назвать дом который находится рядом ну то есть видимо чтобы это в какой-то единый ансамбль как-то увязалось по крайней мере вот в этой вот точке им это удалось ну на фоне многих новостроек им это удалось но с другой стороны как ты говоришь а это сыграло с ними злую шутку потому что народ в сравнении заходя внутрь видит вместо больших окон как сейчас делают маленькие больницы и вот это вот минус это минус а дальше ты еще если уж ты под ампир но ты сделай там какие-то убранство внутренние под ампир ну то есть как бы соответствует дальше стилю а ты заходишь из сталинского пира попадаешь в дом 2000 2000 года когда я увидел фотографии я скажу честно внутри я не был вот паша был он может поделиться а я отсудил по фотографиям мопов ну во первых нету никакого нарядного холла как сейчас это делают ну то есть заходишь там какие-то прозрачные стеклянные двери большой ресепшен там стоит какая-то девочка тут вообще ничего нету тут просто железные ящики для газет и значит на полу там это соль перец вот это вот плитка там до крашеные стены ну просто мне кажется как позорище подолчить и и полное несоответствие значит фасадом и внутреннего образца мне кажется здесь диссонанс происходит конечно ну то есть если мы все чего сейчас с высоты 22 года взглянем на этот проект безотносительно его упаковки до в деталях отличный вариант 120 тысяч метр квадратный топ топовейшая локация как бы малое количество квартир выход в парк газовая котельная кирпичные стены трехметровые потолки то есть если мы в конструктивную часть глянем то охренительно но почему-то за 120 метр квадратный на фоне максимум 240 лень на 8 ложь никто не берет потому что люди привыкли к какому-то качеству внутри вот раньше твоя квартира и по храму тебя там вообще что творится за пределами порога твоей квартиры сейчас все таки все уже привыкли что вот ну как так ну холодом этажный да ну что должно быть вот мне то друзей принять не любит она в диванчике там есть сейчас это в каком-то виде с двадцать втором году но прям ничего ничего не проработано мы с тобой говорили про галинский там там тоже как бы а там он умеет делать супер вкусно но там хотя бы деревянный вот эти вот под потолок до речной сделать какие-то плафоны кругу ну хотя бы что-то в ногу со временем пытались там в 2010 году просто взяли и кэпипасили дом 2020 слушай если мы если мы говорим про галинский про атом который его достраивал то мне сдается что у атома и задачи то такой нету делать вкусно это это застройщик который делает такое массовое жилье но в хорошем смысле этого слова они строят там много ну а нкс ровно то что она вот то здесь они просто вытягивали проект ну то есть который уже был заявлен каким-то там уровнем и они его просто достраивать атом я имею ввиду а здесь то получается дом то изначально шелк такого высокого уровня так скажем внутренняя информация была что безусловно там не смогли договориться вот те ребята которые продавали на стадии стройки и владели ким-то ну комментируем квартиры и нкс ну то есть прийти к единому знаменателю чтобы осмелиться заявить этот ценник не 120 150 но дать внутреннюю начинку не смогли и помешал объект культурного наследия который всю экономику по бороде пустил получилось то что получилось получилось честно говоря грустно потому что в этой локации должно было быть на мой взгляд что-то уровне как минимум ривьеры при всех ее нюансах то как называю вещи своими нами лоханулась нкс на доме на бульваре это прям но прям знаешь как это кейс как нельзя поступать с девелоповским проектом прям максимально и в маркетинге и в упаковке и в подаче и в целевой аудитории вообще на мой взгляд полное непопадание везде и всюду и вот они там 5 квартир из 88 который у тебя два года спустя стоят в продаже скажи все-таки есть ли надежда что найдется покупатель купят все будет хорошо ну я делясь собственным опытом я говорю купили ребята которые не жили в екатеринбурге вперед там с когда у нас там брусника во всю рассвела что все ее стали там ну как бы пытаться соответствует по качеству продукта вот не жили последние лет пять в екатеринбурге и приехали в екатеринбург вот это нормальная аудитория потому что там не смотришь по существу проекта и характеристики отличные приезжаешь парка если ты не видел холлов уровня чего там кандинского да в целом но хорошо кандинский это слишком яркий пример не на условного малевича хотя бы даже то как бы тебе у тебя нет насмотренности и ты как бы ну холл и холл ну типа спасибо двери стоят ящички пожарные открываются то есть нет вот этой избалованности в хорошем смысле этого слова и я думаю что если застройщик смотрит этот друг сюжет то вам нужно акцент делать на областников у меня там две квартиры вот именно такие очень отличные кстати люди купили и ну то есть я же не продавал им воздух я продавал им тот объект который есть просто у них картины мира сложно так что для них это не смотрится какой-то крамовой а для жителей екатеринбурга это слово из трех букв фиаско это фиаско братан паша последний вопрос который я обычно тебе задаю стал бы ты там покупать квартиру задавать тебе не буду потому что я знаю ответ нет не буду сказал бы ты мне мне кажется если мне сейчас было лет там под 60 плюс для меня был важен ну вот это пусть куда убрать вот эти холл ресепшен и так далее а именно вышел в парке погулял и все время в центре до хрена узнать ну в общем нет конечно тогда последний вопрос как ты думаешь стоит ли им что-то менять для того чтобы продать но это твои твоя точка зрения твое мнение а и если да то что я я думаю что нужно акцент делать на областной аудитории у которой нет представление о том как и екатеринбурге в домах соседних могут выглядеть места вообще потому что это самый большой провал все остальное еще можно как-то объяснить подтянуть под концепцию и так далее но вот это дешевизна которая бросается в глаза любому екатеринбуржцу она мне кажется даже если вы там сто тысяч метров квадратно поставите погода это не сделает ну на этой позитивной ноте друзья предлагаю закончить ну и обратиться к областникам ребята если вы из челябинска кургана озерска и другого замечательного города не в обиду вам будет сказано вы знаете кому обратиться кто сможет вам подсказать какую лучше квартиру выбрать в этом доме с замечательной локацией в единственном так сказать случае в нашем городе когда выход из подъезда прямо в парк где вы такую красоту еще найдете в нашем городе все друзья всем пока ставьте лайк жмите на колокольчик да прибудет с вами муза спасибо павел